Для электронной коммерции коронавирус создал машину времени. Уже в апреле-майе продовольственный онлайн-ритейл перепрыгнул минимум на 5 лет вперед. Отрасль ставит рекорды, даже прекращение лукдауна и открытие оффлайн-магазинов не привело к откату на прежние позиции. Территория роста для интернет-торговли становится регионы, куда сервис еще не дошел. Но при этом онлайн-продавец, как бы он ни старался, никогда не будет быстрее магазинчика у дома. Аналитики посчитали примерную сумму, которую в этом году потратят россияне, чтобы поставить на стол традиционные новогодние салаты и закуски. Так, в среднем по стране набор продуктов для приготовления стандартных угощений, таких как оливье, мимоза, селедка под шубой, тарталетки с икрой, горячие блюда, мандарин, газировка и так далее, обойдется в 5729 рублей. В перечень покупок не вошел в алкоголь. Мы приглашаем к этому разговору нашего гостя в студии Евгений Рейдель, директор сети мини-маркетов. Доброе утро. Давайте. Магазинчики у дома. Вот какой обычный стандартный новогодний ассортимент у покупателей к новогоднему столу? Доброе утро всем. Обычно к новогоднему столу мы покупаем продукты, из которых готовятся блюда на новогодний стол. Это майонез, горошек, традиционно шампанское, охлажденная курица. Ну и, в принципе, все продукты, к которым мы привыкли. Вот, как правило, мы набираем очень много, но в магазине у дома, в принципе, есть возможность сэкономить, не купив ничего лишнего. Вот, поэтому не старайтесь купить чего-то очень много, про запас. В принципе, магазины работают там многие 2-4 часа, вы спокойно сможете купить даже утром 1 января. А можно ли проследить какую-то динамику, ну, точнее, в динамике посмотреть, взять там отрезок, например, последние 10-15 лет, да, и понять, вот эта традиционная продуктовая новогодняя корзина, она как-то меняется? Ну, можно сказать, что она традиционно не меняется. Есть определенные нюансы, например, там, в год свиньи не покупают свинину, да, такие вот, какие-то моменты такие появляются. Появляются новые продукты. Ага, какие? Ну, это могут быть, там, новые виды кандидатских изделий, какие-то такие новые модные, там, напитки и так далее. Их, конечно, пробуют ставить на Новый год и ставят. Но в целом это традиционный набор продуктов, о котором я уже сказал. Ну да, действительно, традиционный набор продуктов необходим для того, чтобы приготовить традиционные виды салатов, к которым мы привыкли, да, тут ничего не меняется. А нет какой-то тенденции, что вот в корзину добавляются, попадают какие-то продукты, которые, ну, можно сказать, что, типа, нация идет к оздоровлению, да, побольше предпочитая здоровые продукты. Сейчас очень много появилось продуктов, ну, можно сказать, ЗОЖ, да, вот, это больше пока мода, это не массовый тренд, он не занимает много места ни в корзине, ни на полке. Но, тем не менее, действительно, люди начинают постепенно-постепенно заботиться о себе. К сожалению, продукты очень качественные, которые вам действительно отвечают требованиям ЗОЖ, там, без ГМО, они стоят, естественно, дороже, и не всем они доступны. А вот еще такой атрибут новогоднего стола, это, конечно же, мандарины, вот как у нас в этом году, и вот такие традиционные символы. Остались ли на прилавках? Ну, на самом деле, есть определенные сложности в этом году с нашим традиционным мандарином, закрыта китайская граница достаточно давно, но бизнес в этом плане гибкий, как водичка, мы найдем, не переживайте, мандарины будут, конечно, на полках. Ну, из других, да, стран просто привозят. Ну, тут Турция, Марокко, в принципе, это чуть дальше, чуть дороже, но мандарины будут. Ну, действительно, хорошие мандарины, марокканские, мне, например, очень нравятся, они не сильно это дорого стоят. А вообще, есть ли какой-то дефицит каких-то видов продуктов в этом году, ну, связанный с тем, что происходит? Ну, вот, например, сейчас нет в продаже уже достаточно давно помыла нашего любимого, да, то есть это большой фрукт, который очень долго приживался на Дальнем Востоке, его просто нет, он запрещен к ввозу, растет только в основном в Китае. Это все на цитрусы, да? Да, в основном на цитрусы. То, в принципе, сейчас дефицита по апрелю нет никакого. Вот можем ли мы вспомнить или посмотреть вот на те данные, которые у нас имеются, что, как правило, покупают вот 31 декабря? Последний момент. В самый последний момент, чтобы посредством ответа на этот вопрос еще и напомнить нашим телезрителям, что нужно не забыть купить. Ну, я думаю, что даже если вы забудете что-то купить в его магазине у дома, можете это сделать легко. Но традиционно люди покупают то, что не успели. Там тот же горошек, майонез, шампанское, какие-то детские подарки. Но еще очень важный момент зависит от того, является ли 31 декабря выходным или рабочим днем. Соответственно, если он выходной, у людей чуть больше времени, они не торопятся. Если он, конечно, рабочий, то все очень быстро, и, как правило, 31 декабря все есть, но люди торопятся и докупают то, чего не успели. А вот мы отпраздновали новогоднюю ночь. Что после Нового года обычно идут и берут люди в магазины? Ну, 31 января, как правило, продолжает быть праздничным днем по продажам, хотя их меньше. То есть люди, опять же, покупают шампанское, если не хватает, детские подарки, потому что все дома. Вот, какие-то продукты, которые нужно быстренько съесть, приготовить. Но восстанавливается такой традиционный спрос, когда покупают молоко, хлеб. Это уже где-то вот со 2-3 января. Да, доедаются все салаты. Да, да. То есть поэтому вот так. Вот Евгений сказал по поводу подарков, кстати говоря, которые можно купить детям в раз-два. И такое есть, даже конструкторы стали продаваться. Но и не только детям можно купить подарки. И не только для детей они у меня сейчас есть. Внимание, вот таких два здоровенных мешка от раз-два мы сейчас разыграем. Все очень просто. Евгений, значит, если я не ошибаюсь, вчера был в магазине. Причем, дайте я в каком? В раз-два. Ну, конечно. Зашел, закрыл. Вы совершили покупки. И какие именно покупки вчера были совершены? Все очень просто, дамы и господа. Вам нужно просто поиграть в предсказателей. Итак, внимание. Подсказки, пожалуйста. А можно я поставлю продукты? Вы не возражаете, коллеги? Да, пока ты ставишь продукты. Честно, в смысле, реально. Подарки огромные и тяжеленные. Я вам клянусь. Давайте мы еще раз нашим телезрителям скажем, Люд, про чек. Давайте, да, чек в руках. Были вчера в магазине, совершили покупки. Какие? Итак, поехали. Какие варианты есть? Безлактозное молоко, овсяная каша, всегда добрый день. Слойка с маком, блинчики с ветчиной и сыром, батончик раз-два. Можно еще раз показать, пожалуйста, Евгения, чтобы зрители на него посмотрели и подумали, ага, готов ли он купить такой набор? Отлично. Далее. Протеиновое печенье, бомбар, плов с говядиной, поточки раз-два, сливочное масло, всегда добрый день, или соевые эко-орешки. Это был второй вариант. И третий вариант. Толстого хлеб, листья салата в горшочке, консервированный горошек, всегда добрый день, сельдь под шубой или кофе с собой. Итак, дамы и господа, звоним, все, к нам в студию. Телефон на 45-66-45. Светлана, если не шо, я уже даже дозвонила. Светлана, доброе утро. Доброе утро. Светлана, вот вы мне что-то скажите, вот оно вам надо? Да. Все, честный ответ. Давайте, итак, какой вариант вам нравится больше? Как вы думаете, что вчера купил Евгений? Я думаю, что вариант второй с протеиновыми печеньками. Вот, видно, что спортивный мужчина, конечно, протеиновое печенье покупал. В общем, это правильный ответ. Я вас поздравляю, Светлана. Все, вот эти две корзины остаются вам, я уже понес их к вам домой. Открывайте. Мы поздравляем с наступающим Новым Годом. Спасибо большое, что были сегодня с нами в студии. Я хочу лишь добавить, что вручение подарка состоится завтра на открытии нового магазина «Раз-2» на Демьяна Бедного, 25. От себя хочу поздравить всех с Новым Годом. Это настоящий семейный праздник. Оставайтесь дома, радуйте своих близких. С Новым Годом. Ну, а мы, в свою очередь, всех наших зрителей, которые живут в этом районе, приглашаем завтра Демьяна Бедного, 25, открытие нового магазина «Раз-2». Поздравляем вас с Новым Годом и поздравляем, Евгений, вас с Новым Годом. Спасибо, что сегодня были с нами. У нас в гостях был Евгений Рейдель, директор сети мини-маркетов «Раз-2». У нас в гостях был Евгений Рейдель, директор сети мини-маркетов «Раз-2».